Броски, болевые приемы, удержание и удушение как в стойке, так и в партере. Борьба на татамике пела нешуточная. Среди борцов за победу юношей оказалось больше, чем представительниц женского пола. Тренер Елена Сатонина на городские соревнования привезла около 20 спортсменов. Говорит, дзюдо – это не просто физические нагрузки. Этот вид спорта тесно связан с философией и духовным развитием. Основной принцип – уступить, чтобы выиграть. Успешный старт в городских соревнованиях открывает перспективы участия в областном этапе. Каждое успешное выступление, каждая удачная схватка – она достаточно важна для спортсменов. Большое спасибо организаторам. Сейчас такое сложное время в плане проведения соревнований и тренировок, что что-то проходит. Потому что процесс спорта непрерывный и выступления в соревнованиях тоже должны быть непрерывными. На татаме встретились как новички, так и те, кто уже не раз проходил отбор на городских соревнованиях. Долгая коронавирусная пауза сказалась на качестве борьбы, отмечают судьи турнира. Дзюдоисты к старту хорошо подготовили с точки зрения физических нагрузок. А вот тактику боя наладить без регулярных соревнований сложно. При этом спортсмены за безопасность своего здоровья не переживают. В соревновательную зону допускают только со справкой о тестировании на коронавирус. На входе у всех измерили температуру. Все требования Роспотребнадзора соблюдены. Участникам необходимо соревновать опыт, который был утрачен в условиях пандемии. И поэтому сегодня будут очень хорошие, интересные схватки. Победители первенства города отправятся на областные соревнования. Если и там покажут высокий результат, поедут на первенство Приволжского федерального округа и, возможно, станут участниками первенства России. Елена Малютина, Николай Сидоров. События.